Привет, друзья! Вы на канале Прошу к Столу. Сегодня у нас закуски для праздничного стола. Три основы и шесть вариантов, как красиво разнообразить праздничный стол. Я начинаю готовить, а рецепт под видео. Подготовим сырную основу. На мелкой терке я натираю сыр. Подходит любой, возьмите по своему вкусу. Вареные яйца тоже на мелкую терку. Добавляю немного чеснока. Можно и без него, здесь дело вкуса. Для аромата свежемолотый черный перец. И заправляю майонезом. И все хорошо перемешиваем. Делю сырную основу на две равные части. Первая у нас будет с рыбой. Мелко нарезаю слабосоленую красную рыбу. Лосось, форель, семга. С любой будет вкусно. Добавляю мелко порезанный свежий огурчик. И все перемешиваю. Эта начинка у нас готова. Двигаемся дальше. Ко второй половинке сырной основы добавляю мелко порезанные вяленые помидоры. И перемешиваю. Если вам не подходят вяленые томаты, замените их на оливки или ветчину. Теперь из этих двух начинок делаю небольшие шарики одинакового размера. Сырные шарики с вялеными томатами обваливаю в сушеной паприке. А шарики с рыбой в обжаренном кунжуте. Выкладываю на блюдо и украшаю зеленью. За считанные минуты еще две закуски готовы. Теперь приготовлю основу с креветками. Мелко нарезаю свежий огурец. На крупной терке натираю отваренные яйца. Купила в магазине готовые отваренные креветки. И теперь их просто нарезаю крупными кусочками. И, конечно, добавляю немного свежей зелени. А теперь немного поколдую с помидорами. У меня коктейльные, очень хорошо подходят для закуски. Срезаю шляпку и аккуратно маленькой ложечкой вытаскиваю мякоть. Помидоры пока подождут. А я измельчу мякоть томатов и добавляю к начинке из креветок. Конечно, соль, черный молотый перец и немного майонеза. Перемешиваю и начинка готова. Возвращаемся к помидорам. Совсем чуть-чуть срезаю хвостик, чтобы помидорки красиво стояли на тарелке. Фарширую помидоры вкусной начинкой из креветок и выкладываю на блюдо. Конечно, подходят и помидоры более крупного размера. Но тогда их надо разрезать пополам и точно так же ложечкой вытащить мякоть. Этой же начинкой наполняю тарталетки. А вместо тарталеток можно использовать крекеры или чипсы. Будет тоже очень вкусно. Конечно же, блюдо украшаю. На помидорки выкладываю колечком порезанные оливки, а на тарталетки маленькие креветки. Добавляю веточки зелени. Всего несколько минут и еще две закуски готовы. И еще два варианта закусок, но теперь на шпажках. Первый для ценителей сыра с плесенью. Возьмите тот, что больше всех вам нравится. И разрежьте на кусочки среднего размера. Оберните ветчиной с одной стороны и проткните шпажкой. Отлично в дополнение вкуса подходит виноград, но можно заменить на оливки. Ну а второй вариант с более нежным вкусом. Сыр моцарелла заворачиваю в листик базилика. Сверху кусочек ветчины. Все протыкаю шпажкой и закрепляю маленькой помидоркой. Получается нежный и пряный вкус. А дольками лимона можно прекрасно украсить блюдо. Такие интересные закуски на шпажке очень просто приготовить. И они отлично смотрятся на праздничном столе. Друзья, шесть вариантов закусок готовы. Все очень просто, быстро и вкусно. Готовьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok